Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на канале PolarWolf, гороскоп и футбол. Гороскоп на завтра, 14 декабря 2020 года, для всех знаков зодиака. В понедельник, 14 декабря 2020 года, до 19 часов 16 минут продолжается 29 лунный день, а с 19 часов 16 минут и до 9 часов 50 минут следующего дня, первый лунный день. Первый лунный день, очень светлый и чистый день, является основой всего лунного цикла. Вы находитесь в самом его начале. Это время – чистая страница, на которую можно нанести все свои самые смелые мечты, планы и ожидания. Образно говоря, сегодня вы закладываете фундамент для всего наступающего месяца. И чем крепче этот фундамент будет, тем удачнее пройдет предстоящий период. Первый лунный день всегда непостоянен. Он может длиться пару часов или даже несколько минут. А может охватить полностью лунные сутки. В любом случае, этот день характеризует как день планирования будущего. То, что мы спланируем в этот день, будет иметь тенденции к реализации в течение всего лунного месяца. Очень важно в этот день думать только о хорошем, дурным и злым мыслям сегодня не место, особенно если они направлены на другого человека. Желая в первый день луны кому-либо зло, есть риск обречь себя на неудачи. И напротив, все помыслы, идущие от чистого сердца, будут иметь успех. Подумайте хорошо, чем бы вы хотели заниматься в ближайшие 30 дней. Быть может, на работе готовится какой-то проект, или вы давно хотите начать посещать спортзал. Может быть, написать книгу. Обдумайте все свои планы. Можете даже набросать черновик их реализации. Но пока ничего не предпринимайте. Лунный месяц только-только начался. Вам не хватит энергии на мгновенное осуществление задуманного. Сейчас надо максимально расслабиться и только планировать свои действия на ближайший месяц. В осуществлении желаний помогает их визуализация. Высильно рисуйте результат своих действий. Четко представляйте то, что хотите получить в течение месяца. В этот день сильна энергетика головы, мысли. Еще раз, ваши планы должны быть только позитивными. Нельзя желать кому-то боли или смерти. Заниматься планированием отпущения или любых действий, приносящих вред живому существу. Ваши планы могут обернуться против вас. Именно в таких случаях говорят, не желай другому того, чего себе не желаешь. Здоровье и питание. Недорогие искусственные цветы для украшения любого интерьера. Большое количество расцветок. Выбирай, что твоей душе угодно. Хорошая оценка качества и более 20 тысяч заказов. Сейчас действует скидка 42%. И цена этих замечательных красивых цветов составляет 147 рублей. Ссылка в описании. Организм чувствует себя утомленным. Ему не хватает сил. На почве энергетической истощенности может возникнуть стресс. Поэтому не усугубляйте ситуацию алкоголем и физическими нагрузками. Изнурительные тренировки оставьте на более благополучные дни. Как и праздники или вечеринки, предполагающие употребление большого количества спиртного. Также не рекомендуется есть острую и очень горячую пищу. Операции лучше отложить. Если только они несрочные. И от срока их проведения не зависит ваша дальнейшая жизнь. Отложите и поход в парикмахерскую. Это, конечно, не медицинская операция. Но стричь волосы в новолунии крайне не рекомендуется. Любовь и общение. Постарайтесь не ссориться с окружающими. А если вы уже с кем-то в ссоре, миритесь. Выполняйте обещания, даже если вы их давали очень давно. Так повышаются шансы на реализацию ваших планов. Ведь вы духовно очищаетесь и начинаете лунный месяц с положительными эмоциями. В новолунии заключать брак не рекомендуется. А вот планировать свадьбу можно и даже полезно. Работа и творчество. От заключения важных сделок и решения финансовых вопросов лучше воздержаться. Можно заняться наукой и искусством. Определиться с творческими планами на будущее. Они непременно сбудутся, если вы правильно распорядитесь лунной энергией. Рожденный в этот день обладает большой силой духом. Его жизнь наверняка будет очень интересной и яркой. Люди первого лунного дня способны на подвиги. Но никогда его заранее не продумывают. Включаясь в действие неожиданно. Они всегда чего-то вдохновенно ждут. Однако не все своего достигают. Считается, что сны в первый лунный день вещие. Но требуют верного подхода к толкованию. То есть отношение ко снам такое же, как и ко всему остальному. Негативные сны рекомендуется отпускать. А хорошим можно проявить внимание. В любом случае, все, что вам приснилось, это лишь некоторый образ. Которому можно прислушаться, а можно пропустить мимо себя. Первый день луны происходит настрой на весь предстоящий месяц. И то, как вы отнесетесь к своим мыслям, играет немалую роль. Если вам приснилось что-то негативное, плохое, и вы зацепились за это настроение, то оно не замедлит себя проявить в вашей жизни. Но то же касается и приятных сновидений. Можно отнестись к ним, как к приятному знаку. Сулящему только хорошее. Сад-огород. Первый день после новолуния, как и сам день новолуния, считается критическим днем для всех растений. В этот момент происходит смена ритмов. Земля в этот момент замирает, не дышит, и, соответственно, растение никакой энергии не получает. Все процессы в них также замирают. Поэтому не рекомендуется в этот день высаживать и сеять. День также неблагоприятен для прививки. Зато сегодня очень хорошо проводить борьбу с сорняками. Можно делать обрезку деревьев, кустов, листьев. Первый лунный день рекомендуется очень осторожно обращаться с режущим и обрабатывающим инвентарем. При возможности лучше отложить рыхление почвы, так как при этом возрастает вероятность повреждения корней, которые потом с трудом восстанавливаются и хуже растут. Это один из тех дней, когда вся сила растения собирается в корне. Поэтому день очень благоприятен для сбора корнеплодов. По той же причине день хорош для сбора семян, которые, вобрав в себя максимальный заряд энергии, смогут сохранить ее до самой весны, а затем дать хороший урожай. Желаю вам благоприятного и удачного во всех отношениях дня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И будьте здоровы! Ваш Палар Волф Субтитры сделал DimaTorzok